Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует ваше любимое студенческое радио ЗАО-ФМ. Света, вот расскажи-ка мне, мечтала ли ты в детстве стать учителем? Конечно, мечтала. Находили досточку, брали мел и решали там примеры, что-то рисовали. Мы делали классный журнал, ставили двойки, получает это в огромное удовольствие. Я тоже мечтал стать преподавателем, а в последнее время я мечтаю стать преподавателем в УЗИ. И сейчас у нас будет в гостях человек, который всегда хотел стать преподавателем. И ее мечта сбылась. Но перед тем, как мы побеседуем с ней, мы прослушаем музыкальную композицию. Заходите на сайт нашего университета www.3wzoo.ru Субтитры создавал DimaTorzok 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 ЗАУ-ФМ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, с вами снова студенческая радио ЗАУ-ФМ. И сегодня мы будем говорить о студентах и о преподавателях. И о том, кем же быть лучше, комфортнее и интереснее в ЗАОКском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в общем, так вкратце, но очень интересно. В общем, я сибирячка, приехала из далекого Красноярска. И до ЗАОКского все нормальные люди сначала получают образование, потом работают. У меня все получилось как раз наоборот. Я сначала работала. Я не буду перечислять, где только не попробовала себя. Вот. И последним моим местом было работать именно в бухгалтерии. И получив ставш, я уже решила получить образование. Именно здесь. А как тебе приняли работать? Без образования. Без образования. Это очень странно. В связи, наверное. В мафии. Нет, это была долгая история. Оглядываясь назад, я вижу, что это действительно вел Бог. Ясно. То есть ты умела договориться с людьми. А в каких сферах ты еще работала, помимо бухгалтерии? Я была и помогала депутату. То есть помощником депутата. Работала в паспортном столе. Не совсем. В общем, очень много. И в сфере торговли. И вот ты решила покинуть родной край. И почему ты покинула его именно в Заохске? Покинула в Заохске. Здесь теплее. Это первый плюс. А есть еще какие-нибудь плюсы? Естественно. У нас нет христианского заведения. То есть я ему тоже поступала, но когда появилась перспектива учиться в христианском заведении, я, естественно, выбрала его. Только потому, что это христианское учебное заведение? Ну, я очень давно хотела сюда поступить. И когда предоставилась такая возможность, я и сразу воспользовалась. А что ты в первую очередь услышала о Заохском? Вообще о чем? Самое первое. Это когда открылся интенсивный английский. Я очень хотела сюда поехать. Я уговорила даже свою подружку поехать. В итоге она поехала, и я осталась. Ирония судьбы. Хорошо. Продолжим. На самом деле, да, продолжим. Ты в прошлом году ходила с менее важным видом. С чем это было связано? Наоборот. И все называли тебя Олей, а сейчас Ольга Игоревна. Спасибо, да? Это было связано с тем, что ты была еще студенткой. Хоть и четвертого курса, но все же студенткой. Расскажи немножко о своей бурной студенческой жизни. Я знаю, что было там разное, много интересного. Что можешь поведать нам? Ты уже знаешь? Конечно. Мы давно знакомы, древние друзья. Хочу сказать, что с более важным видом я ходила как раз, когда была студенткой. Именно на четвертом курсе. Мы ходили, ну, может, уже старший курсник, и смотрели, ну, первый, второй, ну, что вы там еще знаете. То есть сейчас ты на нас смотришь с презрением? Нет, неправда. Она уже преподаватель. Да, теперь я, скажем, первый курс преподавательского состава. И как бы это много новое для меня. Что вы там сейчас говорите? А может, были какие-то интересные истории? О, было. Приключения какие-то? Было это, когда, ну, не буду говорить, какая дверь захлопнулась, и вся группа, мужской состав группы, меня доставали, вот, рыцарские, так, из этой комнаты. А, я поняла. Кто знает, тот понял. Я не знала, но я поняла. Да, я не знал и не понял. Хорошо. Я слышал, что тебя отличница, умница, но вызывали на советы. Да, поясню совет, что это собрание преподавателей и администраторов, и туда попадают самые заядлые хулиганы, сильно провинившись за Окском, и там их сильненько отчитывают. Да, скажу честно, у нас была очень шумная комната, комната 215, у нас всегда 215-я, наставники нас постоянно гоняли. И я лично на совете была два раза. Ну, впрочем, как вся наша комната. На совете? Да. Ну, и все ситуации были достаточно курьезные, что весь совет просто смеялся вместе с нами. Ну, напоследок сказали, что, ну, что вы просто так сюда пришли, выдадим вам предупредительное письмо. И вот у меня в личном деле имеется даже такая бумажка. Ничего себе. Ну, мы ничего такого не нарушали, просто устраивали постоянное чаепитие. Так за что же? Чаепитие. То есть вы приглашали народ к себе в комнату? Да, не только, ну, и, конечно, не только по субботам, и нам уже сказали, ну, товарищ, у вас камера висит над самой дверью, а вы все равно приглашаете к себе гостей. Но училась ты все равно хорошо. Не зря мне диплом выдали другого цвета. Молодец. Расскажи подробно, как ты училась. Какой? Чертный. Нравилось ли тебе учиться? Что конкретно нравилось? И, может быть, что не нравилось? Начнем с позитивного. Начнем, вообще, с того списывала ты или нет. Ну, списывать, я не знаю, можно это назвать за списывание, шпаргалки я никогда не делала. Может быть, если я, ну, я все равно всегда все учила, если что-то забыла, и мне требовалось спросить у рядом сидящего. Консультация. Ну, не совсем консультация, уточнить, правильно ли я помню. Так это теперь называется. Списывать никогда не списывала. А у тебя списывали? Да. Призналась. То есть ты была круглой отличницей? Ну, не круглой, треугольной, пусть будет. Ясно. А что еще тебе нравилось заокской жизни? Мне вообще нравилась студенческая жизнь. Очень нравилась. Не знаю, просто совместная деятельность. Плюс то, что я участвовала в музыкальном служении. Многие думали, что я вообще учусь на музыкальном факультете. Я после выпуска... Я так подумала. О, да ты как экономист. Вот, для многих это было открытием. А какой курс был самым бурным? Невероятный всплеск мозга и куча мероприятий, самый шаловливый. Первый, второй, третий, третий. Это вот первый и второй курс, когда как раз-таки нас наставники и гоняли. А на третьем-четвертом мы уже как-то остепенились, да, успокоились. То есть у нас, Светлана, все только впереди. Все только начинается. Но хочу сказать, что когда мы остепенились, стало жить немного скучновато, да. Вывод. Выселитесь, но в рамках... Получайте письма. А почему было скучновато? Что-то вам не нравилось? Нет, просто, ну, это же студенчество, и нужно жить на полную катушку. То есть, что ты подразумеваешь на полную катушку? Пока ты же... Почаще, чтобы на совет вызывали. Ну, естественно, в каких-то рамках допущенного. Просто, я не знаю, живите, пользуйтесь теми возможностями, которые дают здесь. А какие возможности здесь дают? Вот, какие возможности тебе дал Зоокский? Больше проявить себя, ну, в частности, в музыкальном служении, больше общаться, более стать коммуникабельным человеком. Просто обретать больше много... больше новых друзей. Хорошо, и вот пришел момент, когда ты поняла, что пора опомниться, стать серьезной дамой. И ты решила остаться здесь, в Зоокском, и стать преподавателем. Вот, расскажи, пожалуйста, как предоставилась такая возможность, и почему ты приняла именно это решение, остаться здесь, в Зоокском? Ну, для меня это было вообще неожиданностью. Это было 30 августа. Я уже сидела на чемоданах и собиралась уезжать из Зоокского в Москву. У меня там была возможность уже конкретной работы. Меня вызвали и сказали, что хотим предложить вам должность преподавателем. Когда я спросила, могу ли я, есть ли у меня время подумать, они, да, конечно, но помните, что занятия начинаются уже в понедельник. Ну, и как бы сама я не поняла того, как уже сказала, хорошо, я попробую. А в Москве был лучший вариант? А что касается финансовой стороны, то, конечно. Но там и жить дороже. Ну, с вычетом всех расходов все равно, с финансовой стороны там гораздо лучше. Ну, вот когда ты была студенткой, ты смотрела на многие вещи по-разному. Вообще твое мировоззрение было одним. А теперь, когда ты стала преподавателем, твое мировоззрение изменилось? Вот как ты смотришь на учебу, например, со стороны преподавателя? Мне сложно, конечно, сейчас сказать, так как я только-только начала свою преподавательскую деятельность. А сейчас мы поговорим о том, как изменилось мышление или мировоззрение Оли, когда она стала преподавателем. Вот, Оль, как ты относишься, например, к студентам, когда стала уже преподавателем? Понятное дело, что по-другому. Давай, когда будем спрашивать у тебя что-то о преподавательстве, говорить Ольга Игоревна. Давай. Или про студенчество, это Оль. Ну, вот были ли вещи, на которые ты, когда была студентом, смотрела, а, нормально, нормально, а сейчас ты преподаватель, а самка выпрямилась? Не знаю, могу сказать, что, допустим, когда мы что-то проходили, я, как обычно студент, что-то, а, и так пойдет. А теперь, когда я столкнулась с тем, что мне вот этот самый момент нужно преподать другим, а я его так промахнула рукой, теперь мне приходится наверстывать то, что я упустила, я не знаю. А может быть, появились какие-то новые возможности, горизонты, открылось что-то новое? Я скорее стала расширять свой кругозор. Вот, кстати, хочу заметить, что, когда вы сидите за той стороной парты, так скажем, вы думаете, что преподаватель ничего не видит. На самом деле, там настолько такой хороший обзор, и видно, и студенты, вы сами себя сдаете своим взглядом. То есть мне лучше сесть прямо на первую парту, потому что она будет смотреть, например, на последнюю... Все это списывание, только Медведеву и на ЗОВ-ФМ. Ну, лучше, конечно, садиться вперед, чем назад. Те, кто садится назад, они заведомо себя уже выдают то, что они менее готовы, чем впереди сидящие. А, например, когда ты была студенткой, ты смотрела на преподавателей, и тебе, например, что-то не нравилось в их преподавании, в их способе преподавания. И вот теперь, когда ты стала уже преподавателем, ты применяешь эти способы, которые они делали, или нет? Методики. Ну, применяю я конкретно те методики, которые мне самой были близки, которые мне понравились, и в целом нашей группе, чтобы студенты... Для меня самое главное в преподавании — это чтобы студенты поняли то, что они вообще изучают, чтобы в дальнейшем могли применить в своей жизни. Мне всегда было интересно, вот преподаватель, он берет готовую методику, либо он первый год, второй год своего преподавания разрабатывает свою личную методику, а потом уже годами ее совершенствует и использует то, что он разработал сам. Либо все уже изобретено, и не нужно сильно завариваться. Я использую микс. Я беру то, что я взяла сама здесь во время студенчества, и что-то свое новое привношу, что-то ищу в других источниках. Ты не выбрасывала тетрадки? Нет. Не сжигала конспекты после экзаменов? Я сжигала, может быть, то, что мне не нравилось. Может быть, оценки, которые там не нравились. А так, в принципе, все сохранила, и сейчас это использую. А что касается тех методик, которые мне не нравились, то, конечно, я стараюсь этого избежать, чтобы студенты, не знаю, не оставались теми же мыслями, что сидела на парах я. Хорошо. А твое отношение к студентам поменялось? Оно было хорошее. Хорошим и осталось. А отношение студентов к тебе? А это нужно спросить у студентов. Да. Обычно когда говорят, Оля, можешь ты подсказать? Не Оля, а Ольга Вик Игоревна. Это же все шутка. Нет, на самом деле я увидела, что студенты меня не боятся. Они свободно подходят, спрашивают. Ну, как тебя называют на уроках? На вы, Ольга Игоревна. Ну, допустим, моя подруга Сосана, она Оля Игоревна сразу добавляет на уроки. Ну, вообще, это правильно. Если так сказать, это правило, этикеты на уроки. Нужно на отчество. Даже если преподаватель не падает. Блажение 100%. Я еще, кажется, хотел рассказать во время сегодняшнего эфира. Мне тоже удалось попреподавать в заокском. Вот, буквально месяца два, но все-таки это блаженное время. Так мы коллеги. Когда это было, Даник? В прошлом году, когда я был на богословском факультете научном отделении, я люблю английский. И тогда я его тоже любил. И у меня были какие-то уже познания. А у нас были ребята в группе, которые вообще ничего не понимали. И Елена Альтина Музыкина, она подошла и сказала, Даниил, у меня нет времени, вы можете мне помочь. Преподавайте самые простые темы этим студентам. Вот группу разделили на две части, совсем бум-бум. И кто что-то соображал. И вот меня поставили преподавать этим бум-бум ребятам, которые ничего не понимают и абсолютно с нуля изучают английский. И мне было невероятно интересно, когда ты с твоими же соверстниками, согруппниками. Сверстниками. Сверстниками. Интересное слово сегодня выдумал. Соверстники. Вот. Стоишь с маркером, с важным видом. Это было очень интересно. Непередаваемое ощущение. Тебя на «вы» называли? Нет, меня назвали на «ты». Но мы молились в начале урока, я ставил оценки, я спрашивал, я объяснял. И мне очень понравилось. Я понял, что если Богу будет угодно, чтобы когда-то я стал преподавателем, я всеми руками зову. Я думаю, тебе хорошо получится. Вот так. Поэтому преподаватель – золотая профессия. И очень многое зависит от того, как тебе преподают материал. И это вообще может изменить всю твою жизнь. И еще это многое зависит от того, какой сам человек по себе преподаватель. Вот, наверное, самый главный вопрос сегодняшнего эфира. Как, какими качествами обладает идеальный преподаватель? Вот образцовый. Ну, как ты считаешь? Чей портфет можно повесить? Конечно, всеми качествами жду, есть у меня. Скромно. Это самое главное мое качество. Именем Ольга. Игоревна. Ну, а если немножко спуститься на землю? Спустились. Опустили, обрезали крылья. Для меня, что важно было, когда я сама была студенткой, чтобы преподаватель, были какие-то личные отношения с преподавателем. И он не просто так вот со мной хорошо поговорил, но и умел, доступно. Со студентами? Да, со студентами. То есть он и личный контакт какой-то ищет с каждым из преподавателей, и плюс хорошо доносит материал. И еще, наверное, чтобы он горел своим предметом просто. Если он обожает свой предмет, то он его будет преподавать с любовью, и дети действительно его... Студенты будут... Дети. Студенты будут его понимать. В глазах преподавателя все студенты дети. Да, кстати, от преподавателя очень многое зависит, полюбят студенты этот предмет или просто... Возьмем. Встает с утра, опять эта пара, не пойду, лучше просплю. То есть очень ответственность лежит на преподавателе. А ты стараешься преподавать интересно? Необычные методики какие-то? Насчет необычности пока не знаю, еще не разработала целиком свою методику, но я стараюсь сделать так, чтобы им было интересно. Допустим, они у меня недавно решили задачу, у них была своя пиццерия. Ух ты. А, да, рассказывали, рассказывали, кстати. Настолько впечатлились студенты, что рассказывали в столовой, кто-то был генеральным директором, кто-то подрядчиком. Да, распределили роли и таким образом решали практически. Ну что, мы ждем лет через 10 книги, методики, книги Медведевы по преподаванию экономики. И, наконец-то, как мне кажется, это самый главный вопрос. Может ли Библия дать нам подсказки в том, как нужно быть правильным преподавателем? И вообще... Каким нужно быть? Каким нужно быть преподавателем и студентом? Вот. Ну, вопрос прозвучал. Ну, сразу скажу фразу, которую вы все знаете. Возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, возлюби студента своего, как самого себя. Я себя очень люблю. И люблю всех студентов, даже тех, которые, как иногда мне кажется, не очень любят... Что я говорю? Мой предмет. Ну, разные студенты бывают. Разные бывают студенты, да. Вот. И что касается конкретно студентов, скажу текст верный. В малом и во многом верен. Повторюсь, может быть, студенты, дорогие, не списывайте. В дальнейшем вам это пригодится. И ваш работодатель, увидев вашу честность и ответственность, по достоинству это оценит. Вот нам многие преподаватели тоже говорят, что лучше скажите честно и прямо, что вы не выучили. Ставьте нам двойку, мы переиздадим. Чем они увидят, что мы списываем. И это, на самом деле, очень даже не по-христиански. Мы обязательно посетим эту отдельную передачу на ZOVFM. Спасибо. Ну, в общем, сейчас наступил такой важный момент, когда ты можешь что-то необычное пожелать нашим радиоуслушателям в контексте этой темы. Вот. А тема у нас, посмотрите, пожалуйста. Преподавательство, студенчество. Что лучше? Что лучше, не знаю, режать вам. Для меня лучше было студенчество. Но хочу пожелать студентам. Цените то время, которое вы здесь находитесь. Грязите гранит науки. Выбирайте, расширяйте свои горизонты. А преподавателям, в свою очередь, посоветую также ценить студентов. А ведь без студентов нас, по сути... Уволят. Мягко говоря, да. Большое тебе спасибо за интересную беседу, друзья. Сегодня в гостях был свежеиспеченный, но все равно интересный преподаватель ЗХГИ Медведева Ольга Игоревна. Большое тебе спасибо. Спасибо тебе, Оля. Пока. Спасибо вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Не так важно, кем вы являетесь, студентом или преподавателем. Главное, чтобы вы... Главное, чтобы это было исполнением вашей мечты, и этим вы прославляли нашего Бога. Студенты, уважайте ваших преподавателей. Преподаватели, любите своих студентов и слушайте за УФМ. С вами были ваши ведущие, студенческие ведущие Светлана и Данил. Всего доброго. Всем пока. Наша передача на этом заканчивается. Ждем ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете. До свидания. Господь досохранит вас всех от зла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok